всем привет дорогие друзья меня зовут куцей сергей и я рад приветствовать вас на канале каталог воблеров сегодня 10 июля вторая неделя июля день рыбака с чем я хочу всех вас дорогие зрители подписчики поздравить и пожелать просто огромных запредельных трофеев сегодняшнее видео будет о воблере циоки астролог 115 сп но перед этим я хочу поделиться некоторой информации о воблере strike pro инквизитор 110 сп которую я узнал в разговоре с директором магазина рыбацкий рай магазин рыбацкий рай представляет фирму strike pro в украине так вот что я узнал по поводу этого воблера первое многих украинских рыболовов интересует когда же эти воблеры появятся в определенных цветах на полках наших магазинов так вот кирилл симонов директор рыбацкого рая назвал ориентировочные сроки которые могут немного колебаться потому что вся проблема в отсутствии этих воблеров в импорте товара на территории украины так вот ориентировочные сроки конец августа сего года другой момент второе я до самого последнего думал что этот воблер и рожденный разработан в китае но как оказалось нет отцом этого воблера и ряда других последних воблеров страйк про таких как монтера волл джампер и возможно там каких-то еще других является украинский спортсмен рыболов игорь павлов занимается он разработкой этих воблеров мне было очень приятно узнать что эти два человека и кирилл симонов и игорь павлов подписчики моего канала очень интересно пообщаться с игорем павловым сейчас он в отпуске вот когда выйдет я надеюсь узнаю возможно еще какие-то новые факты о этих воблерах которых я до сих пор не знал и в прошлом видео я говорил что не хотят со мной представители страйк про общаться держат на меня какую-то обиду из-за озвученных недостатком этих воблеров нет чаще всего у нас возникают трения именно с продавцами с теми людьми которые непосредственно продают товар а вот люди которые занимаются производством разработкой и так далее понимают что у каждого товара есть сильные слабые стороны здесь понятное дело цена описывает многие из озвученный мной минусов но вот мне говорят что производители работают над их устранением потому будем надеяться что а будут эти воблеры и в более хорошую фурнитуру и станут они более хорошо покрашены а если это случится то будут очень реально очень достойные воблеры даже по сравнению с теми же самыми легендами брендовыми и раскрученными воблерами которые всем хорошо известны другой момент который я узнал также очень интересен магазин арбатский рай представляет товары фирмы риоби в украине так вот всем уже хорошо давно хорошо известны практически все модельные предложения этой компании и уже скажем не то что не морально устарели а просто уже приелись конкретно и всех также интересует когда же риоби выстрелит новыми моделями так вот тот же игорь павлов сейчас занимается разработкой новых катушек от риоби так что нам обещают и новинки от этой компании очень интересно это что же изменится в новых катушках какого не будут качества на свою невысокую цену потому ждем а сегодняшнее видео о воблере цуете островах 115 сп его размеры 115 миллиметров вес его 18,8 грамма заглублением указано от 1 метра 80 сантиметров до 2 метров 20 сантиметров и является он репликой воблера evergreen fate также в 115 размере за исключением прорисовки головной части там совсем другие глазки то есть мордочка этого воблера довольно значительно путает следы так скажем почему не знаю почему так сделали обычно стараются при производстве реплик сделать воблер максимально более похожим на оригинал а здесь вот вот так дорисовали и многие рыболовы не узнают в этом воблере фэйт но это реплика на тот самый фэйт о котором я особо рассказывать сильно много не могу опыта его применения у меня к сожалению нет потому предлагаю сегодня рассматривать данный воблер как абсолютно самобытный давайте начнем наверное с полетных характеристик астролог 115 сп от суёки опять же нет у меня опыта общения с оригиналом evergreen fate потому буду отталкиваться от средних показателей воблер из 30 пробных попыток летит в среднем на 41 метр качество забросов в качество полета такое средненькое бывает воблер крутит чаще чем ватсона того же от суёки или пастора потому если кому-то нужна приманка которая очень дальнобойкая и качественно летящая у кого высокие требования к забросу воблера то возможно лучше обратить внимание на вышеупомянутые модели этот воблер летит так себе средненько не всегда стабильно но критичности какой-то в дальности заброса я не нахожу давайте послушаем какие звуки издает наш воблер для этого следует озвучить тот момент что воблер оборудован системой дальнего заброса она здесь присутствует в виде магнитки то есть груз с помощью магнитных своих свойств держится возле головной части ближе к ней и прерывочки перемещается в хвостовую часть сама магнитка особо никак не звучит чаще всего минимальный уровень звука она может вырабатывать но при этом слышим что воблер шумящий это значит что в его теле присутствует шумовая камера в которой находится скорее всего пара шариков небольшое количество причем звук однородный скорее всего они одинакового размера из одинакового материала уровень звука ниже среднего не особо этот воблер громкий вот такая вот небольшая погремушечка однородная погремушечка в виде островах 115 сп фурнитура нашего воблера два тройничка две четверочки раньше никогда не замечал что фурнитура подвержена коррозии но вот на циоке пастор первый случай был и здесь тот же показатель сейчас попробую вам более наглядно показать это дело вот видите между жалами тройничка присутствует немножко коррозии это второй случай когда замечена подверженность коррозии фурнитурой эти оба воблера из одной партии и пастор и островах раньше повторюсь такого я не замечал возможно и дальше эту проблему устранят теперь давайте посмотрим насколько фурнитура у нас прочная средне жесткая проволока разгибается при не особо мощных усилиях мы сейчас попробуем до разогнуть и согнуть обратно видим что сделать это у нас получилось то есть металл не ломкий он не перекален и не разъебается небольшие манипуляции разгибы подгибы тройнички терпят средненький такой показатель по фурнитуре а сейчас дорогие друзья давайте просто посмотрим на наш воблер на все моменты его производства на покраску на петелечки на размер лопатки все его визуальные характеристики раньше все это дело я фотографировал но сейчас камера позволяет довольно хорошо фокусировать объекты в кадре можем все рассмотреть в этом случае покрасочка вроде бы без изъянов все красивенько я имею ввиду узор качество покраса мы проверим по размерам лопаточки вот смотрите это Цуёки Шанс лопаточка такая же как у ОСП Асурорудра а вот наш Астролог видите насколько больше лопатка у этого воблера Дорогие друзья уважаемые зрители давайте посмотрим насколько качественная покраска на нашем воблере это покраска без слоя лака довольно сильные удары острым ножом на секунду отвлекусь писали мне в комментариях что же ты что у тебя за нож дорогие друзья этот нож дороже всех ножей на свете для меня его сделал мой покойный отец за несколько лет до того как ушел ну там была такая задача порезать нужно было свинец хорошие ножи было жалко портить лезвие для такой задачи и за две минутки буквально нашел кусок подходящего металла точну на наждаке несколько витков изоленты и получил вот такой вот режек и он всегда мне напоминает если у человека есть руки то ними нужно пользоваться потому этот нож всегда был со мной и надеюсь всегда будет на протяжении всей моей жизни и так реально острый нож смотрим на повреждения которые он принес нашему воблеру видим что краска очень надежно привязана к телу воблера ничего нигде не отлетело никаким кусочком всего лишь порезы от ножа достаточно неплохой показатель то есть от зубов щуки скорее всего будут оставаться незначительные точечки вот так вот покрашен астролог в этом цвете повторюсь он без слоя лака это для полноты ощущений о качестве покраски плавучесть воблера температура воды в нашем аквариуме составляет 24 градуса заводное кольцо с воблера мы сняли и добавили поводок скрутка ее длина порядка 20 сантиметров давайте посмотрим на плавучесть воблера и на положение которое он займет в толще воды итак смотрим видим что воблер принял отрицательную плавучесть не очень быстро но уверенно он идет ко дну а положение в воде занимает практически горизонтальное смотрим еще раз да практически горизонтальное положение и уверенно но не очень быстро двигается ко дну но и так и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok